Здравствуйте, братья и сестры! Я буду читать письма, которые обращены к духовенству и по мере возможностей, по мере сил, будут отвечать на вопросы, не поставленные. Первое письмо с вопросом от Людмилы Мишиной из города Ториати. Вопрос касается отчиток. Ссылаясь на Алексея Ильича Осипова, Людмила пишет, спрашивает о том, что Алексей Ильич критикует практику отчиток, ее регулярность и необходимостью писать под сомнение. Между тем, в наших храмах и монастырях регулярно проводятся они, значит, церковность в начале поощряет это и считает нормальным. У верующих людей, доверяющих Алексею Ильичу возникает недоумение. Что Вы думаете по этому вопросу? Я думаю, что вопрос отчиток рождает целый ряд проблем, первое из которых это, ну, всем ли они нужны, второе, кто может их проводить. Ну и, конечно, никакой регулярности в этом вопросе быть не может. Это исключительные вещи, которые совершаются по случаю, так сказать, реакционно, то есть, отреагируя на нужду. Итак, первое, кому они нужны. Нужна действительно, действительно одержимость. Не просто греховное состояние, которое у всех более-менее общее, а одержимость такого состояния, при котором в человеческом душе и теле живет злой квартирант, падший дух, владеющий человеком, и человек сам неволен делать то, что хочет. Злая воля другого существа руководит им. Это очень бедственное состояние, которое, к счастью, бывает очень редким. В большинстве случаев, что касается наших грехов, мы можем при помощи Божьей и волевыми усилиями, с молитвой обращаясь к Богу за помощью, преодолевать большую часть своих греховных поползновений. Нам не нужны отчитки в большинстве случаев. Таким образом мы перекладываем все вину на беса, хотя только он виноват. Он виноват, мы виноваты тоже. И в отчитке есть та сомнительность, что она слишком много уделяет внимания нечистой силе, тогда как сам человек не включает ресурсы, механизмы своего внутреннего волевого исправления и обращения к Богу за помощью. Но и кто может побеждать этого злого духа? Кто может гнать его из человека? Может гнать его из человека только тот, кто сам его выгнал из своей жизни и никак не соучаствует в делах тьмы. То есть тот, кто прекратил мысленное собеседование с дьяволом, тот, кто очистил душу и тело от его возможного присутствия, тот, кто в жизни своей ему места не дает. Такие люди тоже очень редкие. Поэтому если свести это все в сухую схему, то очень редкие бесноватые нуждаются в очень редких святых, которые способны оказать подобного рода исключительную, эксклюзивную помощь человеку. Если это не соблюдается, это редкость и эксклюзивность, то мы можем встретиться с некой профанацией священного гэда, при котором бес никуда уходить не будет и будет невидимо хохотать над теми, кто что-то изображает. То есть те, которым не нужно отчитываться, приходят к тем, кто не может отчитывать. Так очень часто может быть. Вот я, конечно, всячески против этого, и мысль Алексея Ильича мне ближе, чем практика частых отчиток. Субтитры создавал DimaTorzok